Всем привет дорогие друзья, с вами Механик, сегодня у нас BMNG Drive, сегодня необычная серия, потому что сегодня мы смотрим с вами новое глобальное обновление. Так, прежде всего хочется сказать, что добавили новую машину, и в целом я сегодня всю серию буду рассказывать, что добавили, показывать вам, и мы будем с вами обсуждать вообще эту обнову. Добавилась вот такая вот новая тачка, естественно она не в одном экземпляре, здесь посмотрите сколько модификаций. Сейчас будем все смотреть, начнем со стока. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия, ссылка в описании. Тут у нас есть дизель, есть обычная, давайте посмотрим дизель, интересно, передний привод, я так понимаю в этой комплектации, в самой простой у нас будет. ESP присутствует здесь снизу, и сейчас мы с вами находимся на карте остров, маленький остров, причем эта карта переработана полностью. То есть это старая карта, которую они переработали, и хочется сказать, что сейчас она выглядит как-то, ну не знаю, как будто цвета поменяли совсем. Выглядит круто, вода кстати круто смотрится, давайте попробуем туда съехать. Там столько изменений написано, что я замучился читать. Поменяли кучу машин, добавили к пикапам какие-то кузова, добавили штатные фаркопы, какие-то вроде прицепы есть. Сейчас все это будем с вами проверять. Также с физикой, с графикой поработали. Ну я так понимаю, именно с освещением, потому что... Блин, вы посмотрите как море выглядит сейчас круто. И как-то камни вот эти вдали прям вообще бомбезно выглядят. Ну неплохо, неплохо. Такое ощущение, что как будто какие-то... То ли лаги присутствуют, то ли фризы, или... Странно, не совсем понимаю. Плюс еще на ютубе вы, наверное, не увидите всей вот этой разницы, потому что ютуб все равно качество немного скрадывает, ухудшает его при загрузке. Но в целом, я вам так скажу, что те, кто загрузит обновление и посмотрит, я думаю, вы будете в принципе приятно удивлены. Вообще картинке, которая изменилась. Так, что еще? Давайте дальше смотреть. Сейчас мы дальше вернемся к этой машине. Вот эту тачку что-то там они поменяли. Ну, возможно, добавили какую-то версию. А, вот эту, по-моему, триколору добавили. По-моему, она была как раз-таки в картинке. Не знаю, чем она отличается от обычной. По сути, то же самое, просто раскраска такая. Ну, это так себе. Это так себе. Хочется чего-нибудь более внушительного. Так, что по пикапам у нас? Ух ты. Не знаю, был такой разбитый или нет. Но добавили. Сейчас я найду и покажу вам. Вот это точно добавили. Типа, мародер такой прямо. Не знаю, зачем он, но его добавили. Где-то был такой какой-то кузов интересный. То ли вот эти. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Эти кузова. В общем, по-моему, кузов с расширением как раз-таки. Вот такой вот добавили в задней части. Там не совсем понятно. И посмотрите, они реально стали длинные. Или вот эти какие-то. Сейчас попробуем поставить, посмотреть, как это все будет выглядеть. По-моему, вот именно такой там на картинках у них нарисован. Сейчас мы с вами... О, прикольно. Я вам скажу, что раньше у меня не было таких прогрузов. Да, вот этот кузов они добавили. Видите, он типа здесь узкий. Но с выштамповками такой. Выглядит странно, как минимум. Но прикольно. Не могу сказать, что это типа не очень. Это прикольно. Я тем более, как любитель пикапов, сразу хочу отметить, что это как минимум разнообразие какое-то. Так, а в старых пикапах у нас такой же кузов сохранился или нет? Причем вы видели, на картинке он выглядит иначе. Так, где у нас старый пикап наш? Классический какие-нибудь. Вот эти мы посмотрели. Так, 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 так. Вот, давайте посмотрим вот такой белый. Тоже видно, что он с расширением. Посмотрим, что у него будет там с кузовом. По идее должен быть обычный кузов и еще плюс. Да, вот здесь все четко. Так, ну такой, по-моему, был уже. Ну ты серьезно? Вот ты серьезно прямо здесь впилился? Так. По моторам там, по физике тоже что-то переработали. Но опять-таки говорю вам, там такой спек-лист. Я, если не забуду, прикреплю ссылочку в описании на все... На все описание обновы. Ссылочку в описании на все описание. Ну вы поняли. Нифига, по-моему, он... Слушайте, он как-то вот так начал прям ходить. Так круто. Что у нас будет? О! В воде буксанул прям как следует хорошечно. Поехал. Но давайте смотреть дальше. Так. У нас вроде как кто-ли прицеп... Вот эти прицепы были или нет? О! Нифига себе, сколько у меня всего здесь в бимке. Надо обязательно все это дело протестировать. Так. Может быть, вот такой вот действительно прицеп добавили? Какие-то там прицепы, в общем, показано, как... Такой прицеп открывается у него задняя вот эта стенка, и туда заезжает машина. Возможно, это тоже новая деталь. Сейчас попробуем мы как-то все это дело соединить. Так. Восстановим, пожалуй, машину. Где прицеп мой теперь искать? Блин, я не найду теперь прицеп. Здесь где-то внизу он, да? Ну, елки-палки. Потерял прицеп? На ровном месте прицеп потерял. Слушайте, а реально где прицеп-то? Да ну, ну, бред какой-то. Верните прицеп обратно. Прицеп на базу. Может, здесь стоит? Ага. Ну да, конечно. Два там стоит. Так, ладно, тогда попробуем здесь как-то его... Отспавнить еще разок этот прицеп, может быть. Угу. Давай новый прицеп нам посмотрим, что получится. Ты куда покатился, чувак? Стой. Не, ну серьезно. Я просто... Я даже не думал, что вообще куда-то может покатиться. Так, ладно. Давайте мы перенесем прицеп куда-нибудь на ровную площадку. Попробуем где-нибудь здесь его оставить. И сейчас мы на машине тоже туда же перенесемся. Короче, попробуем сейчас все это дело зацепить. Так. Ну вот, теперь другое дело. Не помню, правда, на какую кнопку цеплять. Так, посмотрим. А, ну естественно, так просто все не получится. Хорошо. Да ешкин кот. Давай прям супер точно сейчас подъедем. На Т, по-моему, прицеплять. Ну, почти ровно, согласитесь. Почти же ровно. Оп. Так. О, есть. Произошло у нас зацепление. Мы посмотрим. Единственный прикол в том, что... Как-то мы можем здесь открыть? Открыть ворота? Нет? Слушайте, ну что-то ворота у нас не открываются. Странно, да? Почему? Было... Да е-мое! Ну-ка, а в таком состоянии откроется? Что-нибудь у нас нет. Можно ли ездить на прицепе? Нет? Нельзя? Жаль. Короче, прицеп у нас не ездит отдельно. Ладно, сейчас мы зацепим его тогда. Но там прям я отчетливо видел. Возможно, есть какая-то все-таки кнопка, как управлять прицепом. Может быть, просто я не могу найти. Так, а на таком расстоянии получится сцепить у нас или нет? Да, получается отлично. Ну, попробуем, что получится из этого. По идее, ну, мы можем, конечно, его загрузить сверху чем-то. Да, можно попробовать аккуратненько так нагрузить. И будем перевозить прицеп полный груза. Абсолютно по-другому машина себя ведет. Вообще здорово. Но, давайте все-таки мы вернемся, наверное, к тесту тех самых... К тех самых новых... Оу! Нифига себе! Вот это бахнул! Просто красотища! Так, ладно. Причем, смотрите, сразу соединенный упал. Вот это уже здорово. Давайте мы вернемся с вами к тесту все-таки уже автомобилей вот этих новых, которые добавили. Там, по-моему, еще что-то добавили. Но интересует именно вот эти... Так, смотрите, есть обычная версия. Немного задранная версия. Это что такое? Типа чуть заниженная версия. Обычная. Задранная, заниженная. Причем вот это выглядит круто, а это так себе. Здесь тоже, типа, как уже кроссовер какой-то получается. Давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет. Меня интересует, конечно, более спортивной версии, но это тоже интересно будет посмотреть. Очень тихий звук, как по мне. Почему-то то ли у меня нет, у меня нормально прибавлено. Звук прям реально тихий. Давайте попробуем здесь накрутить, чуть-чуть наболтать. Так. Вот так вот сделаем. Вообще теперь звука не слышу. В смысле, в чем прикол? Я звука теперь вообще не слышу. Алло. Че за фигня? Мне хочется слышать. Какой-то звук хотя бы. Звука вообще теперь нет. Не, ну прикольная обнова, конечно. Я надеюсь, вы меня-то слышите, потому что игра у меня вообще звук потеряла. Да, ништяк. Добавил звучка. Вообще теперь неинтересно. Стал ездить. Хочется же звук мотора слышать правильно. А тут че это, как это? Так, у нас аварийка включается автоматом, когда происходит микро-ДТП даже. Че у нас, полный привод здесь? Да, смотрите, полный привод, походу. Стоп. Или передний все-таки? Нет, какой-то он типа подключаемый, полный. Ладно, фиг с ней с этой машиной, давайте попробуем другую. Другую машину. Так, 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 так. Вот это что вообще такое? Это как? Это электричка типа? Походу, да. Слушайте, реально, походу, электричка. Здорово так-то. Оборотов че-то так много, но... Походу, действительно, это электричка получается. У нас, наконец-то, появился конкурент Тесле. И на этом спасибо. А нет, звук-то есть. Оказывается, тут у меня с наушниками че-то. Ёлки-палки, вот прикол. Слушайте, ну... Вообще она не ролийная, конечно. А мы сейчас с вами проверим, здесь типа ролийная же есть. Мне нравится, прикольная, кстати. Она выглядит здорово. И едет постоянно, вот это вообще круто. Так, давайте ролийку также проверим. По идее, здесь где-то... Вот среди них же была ролийка. Вот такая, да? И вот эти есть. Типа асфальтовые и гравийные. Ну, давайте возьмем такую. Вот это прикольно, кстати, что она такая, типа, задранная. Интересная вообще машина. Несколько вариаций. Да, здорово, молодцы. Можно, конечно, модами все это поправить. Ну, типа, любую поставь и гоняй. Тут и ездить вообще будешь сегодня или нет? Ну, прикольно, слушайте. Она переднеприводная, что ли, ролийка? Я думал, здесь можно проехать будет. Да, она переднеприводная. Что-то пошло не по плану. Что она так пердит жестко? Слушайте, ну, у нее подвесочка гораздо лучше отрабатывать все эти неровности. Смотрите, здесь мы уже улетали на всех других тачках, а на этой, пожалуйста, улетели подальше. Нет, серьезно. Прикольно. Тут именно, именно ролийка вообще, вообще прикольная. Во, пошла, пошла, пошла. А, тут еще карта есть с навигатором. Нифига себе. Посмотрите на салон. Так, стопэ. Стопэ, стопэ. Я хочу салон посмотреть какой-нибудь другой машины. Салон мега жирный. Так, какую-нибудь электричку давайте посмотрим. А потом вот ту стритстрайкерскую посмотрим еще. Обалдеть. Обалдеть. Очень здорово. Вообще круто. Разбил новую электричку. Не, посмотрите, салон-то реально офигенский. Класс. Как в каком-то Рено Логане офигенный салон. Так, ну что, давайте попробуем все-таки вот ту еще спортивную, псевдоспортивную версию. Вот где она? Вот она. И полицейская, кстати, тоже, что немаловажно, наконец-то добавилось. Потому что те полицейские уже замучили. А тут хотя бы новая какая-то полицейская. Это офигенно. Уф. Уф. Так, стопэ. Отключаем ESP. Стоп. Вы видели? Смотрите. Я включаю, типа, разный режим ESP. Вот так мы отключили полностью все. Так, комфорт. Спорт. Арсений какой-то. Не знаю, что за Арсений. И оно еще вот здесь все отмечено. Да, ну нафиг. Вот это красавчики. Ну, глушит, глушит. А нам совсем, если отключить. О! Чтобы шлифовало прям нормально так. Сейчас посмотрим, как это снаружи выглядит. От стрелы вот эти выхлопа. Вообще четко. Как вам? Офигительно, кстати. А если... Это причем у нас ESC опять включился почему-то? Балдеж. Нет, ну все-таки надо его вырубать. О! Неэффективно, но очень красиво. Минус красивейшие диски. И в кусты. В лучших традициях. У нас колесо оторвало, что ли? А, прикольно. Колесо оторвалось. А-а-а. Все, она уже не выйдет, походу, отсюда. Так, а если мы ее... Да блин, почему не едешь-то ты? Ну давай хотя бы вперед скатить. А, оба колеса оторваны, что ли? Вообще ничего не пойму. Где надежность у автомобиля? Давай назад. Двигатель крутится, а машина не едет. И починить, походу, никак. Во! Что-то крутится здесь. Она не хочет ехать. Слушайте, вот если бы она была полноприводная, вообще бы получилось круто, согласитесь? Так, а если мы будем менять режим ESP, не поедет она все равно? Понятно. Жалко? Вот это мне нравится. Ну давайте еще полицейскую посмотрим. Что-то там еще про сирены было написано, про полицейский. И я думаю, я еще кучу всяких мелочей упустил, реально прикольных. Но все я не могу сразу запомнить. Там реально очень много всего. Пианино надо сбросить на машину обязательно. Короче, скоро будет очень много серий по бимке, походу. Потому что обновление крутое. Так, а здесь, по-моему, добавили какие-то удлиненные версии, что ли? Или это не это и добавили? Где-то я видел, тоже, по-моему, удлиненные. Вот это и это. Но они ничем не отличаются. Нет, слушайте, они все, типа, длиннющие здесь. Вообще, что? Какой длины-то он? Смотрите просто на размеры, по-моему. Тачка 8 метров в длину, как лимузин. Это что за пульман? Просто, просто жесть какая-то. Не сдерживают его тормоза. Вот сейчас зажатые тормоза и газ-палас. А, он полноприводный, видимо, в этом все дело. Нет? Хотел бирнаут сделать. Слушайте, это здоровенная вообще гробовозка. Какой-то субурбан, да, огромная. И в то же время прикольно. Сейчас мы тоже салон здесь заценим с вами. Кайф. Ну, салончик плюс-минус старый. Но посмотрите капот, какое теперь вообще отражение на капоте. Какие обалдительные стали. Ух! Прям четко влетел в этот. Нифига себе она разложилась. Тут все, как бы, тоталити. А чего она так сильно разложила-то ее? Это вот новая физика так работает, что ли? Я не думал, что настолько сильно ее прямо раскрошит. Или скорость там большая была? Уф! Назад, 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 назад! Назад! Не едет он назад у меня. Ну все. Все, гидроудар. Здравствуйте, до свидания. Так, а нельзя ли его вытащить теперь наружу? И может быть что-то получится у нас? Вообще ничего не получается. Переборщил. Просто переборщил чуть-чуть. Во! Кенблок. То есть, он до этого шлифовал только задними колесами. А тут, видите, он и передними типа шлифует уже. Не, кайфовая вообще тачка. Не знаю, была ли она до обновы. По-моему, их было больше там гораздо вариантов. Но вот именно длиннющий такой, не припомню. Но выглядит обалдительно круто. Прям вообще, как будто какой-то супер здоровый универсал. А я любитель универсалов. Поэтому мне вообще такая очень нравится. Когда попробовал сделать седан. Сейчас попробую сделать седан из нее. Так. Тут уже неплохо. А, это спойлер вообще был. Я понял. Так, крышка нам более не потребуется. Оп. Ну чё? Как вам мой дизайн? Это как этот, Кадиллак. Вот этот, знаете, пикап который. По-моему, вот так же он выглядит. Еще немного занижения бы ему. Вообще не помешало. Так, ну ладно. Не буду больше издеваться над машиной. Короче, вот такая вот обновка вышла. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарий. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока.